Как сказал Владислав Сыславович, в начале славных дел лаборатория представляла из себя очень такую тесную комнатушку и сейчас, конечно, она преобразилась в площади у нас огромные, что отмечает каждый посещающий нашу лабораторию. Оснащена лаборатория современнейшим оборудованием, что позволяет, конечно, нам проводить всевозможные внедрения всевозможных современных техник и технологий. И, конечно, так как наша основная задача – это сохранение фертильности, то в первую очередь мы работаем, и лаборатория, она у нас заточена только на работу с клетками, с гаметами и эмбрионами, а вся остальная работа – это уже работа врачей наших. И для того, чтобы сохранение фертильности, в общем, воплотить в жизнь, мы должны использовать любые моменты, любые возможности, чтобы получить эту яйцеклетку и чтобы получить этот единственный сперматозоид. Как говорила уже Эльвира Валентинна, после операции мы можем получить единичные сперматозоиды, и мужчина может стать генетическим отцом собственного ребенка. Мы можем не только получить этот сперматозоид, мы можем заморозить его и использовать через несколько лет, и этот отец, этот мужчина, снова может стать отцом своего второго ребенка. Поэтому вот эти технологии, которые внедрены у нас в лаборатории, они позволяют сохранению фертильности у мужчин и у женщин. У нас существует такая программа отложенного материнства. Женщины в молодом возрасте приходят к нам, мы получаем у них аоциты. Эти аоциты могут храниться несколько лет, и женщина может использовать эти аоциты для рождения генетически здорового ребенка. Хотя прошли годы, женщина уже имеет определенные какие-то, может быть, хромосомные нарушения и в возрасте с возрастом. Мы знаем, что часто рождаются у возрастных женщин дети с хромосомной патологией. Но в данном случае женщина будет использовать молодые свои яйцеклетки. И здесь мы гарантируем, в общем-то, рождение здорового полноценного ребенка при отложенном материнстве. Мы одни из первых в стране, так как наши все эмбриологи прошли обучение на базе Чикагского института репродуктивной генетики, мы одни из первых стали внедрять в практику клиник ВРТ при импульционную генетическую диагностику. Она подразумевает, в первую очередь, биопсию эмбриона на ранних стадиях травления, то есть те эмбрионы, которые еще находятся в культуре, в лаборатории. Получив одну или несколько клеток, мы на этом материале можем сделать генетическое тестирование. И перед тем, как эмбрион попадает в материнский организм, мы можем гарантировать, что мы переносим генетически полноценного эмбриона. Ну а рождение здорового ребенка, в общем-то, это наша генеральная цель, и к которой мы стремимся. Ну, что еще можно сказать? Мы считаем, что высокая квалификация сотрудников лаборатории и сотрудников МЦРФ позволяет проводить на нашей площадке целые курсы обучения специалистов с других клиник и с других регионов. Но, может быть, более конкретно об этом Владислав Станиславович расскажет. У нас существует программа обучения специалистов. Спасибо.